Друзья, всем привет! В этом видео я дам несколько советов относительно того, как нужно делать ремонт на кухне, для того, чтобы сэкономить свое время и сэкономить свои деньги. Поехали! Перед тем, как начать любой ремонт в помещении, в квартире или в частном доме, обязательно нужно создавать проект, создавать план и иметь четкое представление того, что вы хотите сделать. Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы сэкономить свое время и свои деньги. Если у вас есть четкий план и проект, вы следуя этому проекту и плану, выполняете только те работы, которые вам нужны, и покупаете только те материалы, которые вам необходимы. Если вы будете выполнять без проекта, вы будете делать лишнюю работу, а это отразится на вашем времени и отразится на ваших финансах, потому что вы купите то, что вам не нужно, и это будет у вас просто лежать лишним хламом, который вы никогда не будете использовать. Поэтому план и проект – это первое, что нужно для того, чтобы выполнить качественный ремонт. А сейчас я прохожусь в частном доме, здесь я буду делать кухню. Здесь уже какое-то время назад электрик вывел провода под резетки и расположил их в те места, где заказчик показывает пальцы. То есть я хочу тут, я хочу там. В общем, следуя этим указаниям, электрик выводил электропроводку в те места, где хотел заказчик. Но, естественно, проекта в этот момент не было, и когда уже будет составляться новый проект для кухонного гарнитура, никто не будет учитывать место расположения данных резеток. Потому что проще переделать резетку, чем изменить проект кухонного гарнитура. Поэтому перед тем, как вы разрешите сделать ремонт на кухне, обязательно заставьте проект кухонного гарнитура. То есть вызовите специалиста, который занимается изготовлением кухонного мебели. Докажите проект и только после этого приступайте к ремонту на кухне. На этом объекте мне предстоит сделать выравнивый стен, выравнивый полок, изменить расположение всех резеток, которые находятся сейчас в этом помещении. То есть все я буду делать согласно проекту, который будет составлять проектирующих мебели. И только имея на руках четкий проект, я буду приступлю к работе и буду вводить электрику только в то место, где это необходимо. Пока нет проекта, лучше вообще ничего не делать. Буду выравнивать стены, но перед этим я вытащу все провода, которые находятся сейчас у меня в штробе, потому что там они явно находиться не будут. Здесь есть элементарные ошибки, судя по которым можно определить, насколько квалифицированный электрик выполнен в данную работу. Для чего оставлены вот такие вот длинные провода, я не понимаю. Если человек знает, где будет находиться резетка, для чего оставлять такой кусок длинного провода? Оставь сантиметров 10-15 максимум, для того, чтобы можно было потом подключить резетку. Но никаким образом не метр. Здесь метр. Здесь метр. Здесь еще около метра. Ну то есть вот эти вот, каждый метр, он имеет свою цену. И за каждый провод заплатил заказчик. Получается, что мастер, который сделал здесь ремонт, он не заботился о том, чтобы сэкономить денежные средства своего заказчика, а просто тупо тратил их направо и налево. Вот этот кусок уйдет на мусорку, потому что с ним уже ничего не сделаешь. То есть вот это все лишние расходы заказчика. Если смотреть на расположение штроп и предположительно представить, где будет находиться резетка, то понятно, что следующий, кто будет вешать кухню, не имеет четкого представления того, как проходит проводка, и видя, что резетка находится в этом месте, он не будет сверлиться точно над ней, потому что правильная проводка всегда должна располагаться так, чтобы следующий мастер, который приходит на объект, должен знать, как проходят провода. То есть если стоит резетка, то провод должен спускаться точно сверху вниз к этой резетке, но никак не сверху вниз, поперек, по диагонали, под углом. Потому что если так будет проходиться, это будет паутина по всей стене, то 100% вероятность того, что кто-нибудь когда-нибудь засверливается в этот провод. Поэтому всегда, имея резетку, провод должен спускаться точно, четко к ней. Ну, также есть шлейф проводов, который проходит снизу. Тоже спустился провод, пошел налево, поднялся опять вверх и пошел направо. Ну, то есть вот эта вот загогулина, она была абсолютно ни к чему. Можно было просто спуститься проводом вниз, вертикально. Ну, это было элементарно и просто. Но вот такие вот лишние штробы, лишний метод, лишняя работа. Еще при этом дополнительный материал, который потратился при этом, тоже был совершенно ничем. Поэтому, когда вы захотите сделать ремонт в любом помещении в вашей квартире, обязательно вызывайте специалистов, которые знают этот дом. Не берите специалистов, которые занимаются только отдельным видом работы. Либо электрика, либо сантехника. Ищите тех специалистов, которые делают ремонт в комплексе. То есть от начала и до конца. Это будет, во-первых, дешевле, во-вторых, быстрее. И, в-третьих, вам уже не придется в случае чего искать толпу народа, для того, чтобы устранить какие-то неполадки. Один человек решает все. Поэтому делайте правильный выбор в пользу правильным силам. На этом у меня все. Надеюсь, это видео было вам полезно, и вы сделаете правильный выбор. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на новых видео на канале Перестройка 116. С вами был Катя Далина Роман. До новых встреч. Пока-пока.